народ в приют валентина силич лохматая душа в липецкой области несут все живое щенят собак они старшинбаум ездила лично общалась я доверяю приюту лохматая душа валентина силич все я буду помогать вот так доброго дня ну что у нас пасмурно девчонки у меня животные под открытым небом нам срочно нужна помощь срочно чтобы мы могли купить железо на крышу девочки умоляю нам срочно нужна помощь чтобы купить железо на крышу пожалуйста люди отзовитесь отзовитесь пожалуйста потому что у меня здесь маленькие дети срочно нужна помощь на крышу на железо ребята пожалуйста бросьте пост везде где только можно девочки умоляю разбросайте пост где только можно ребята пожалуйста нам срочно срочно просто срочно срочно пожалуйста ребята хотя бы закрыться железом ребята умоляю бросьте куда только можно прошу вас как только при я заказала 15 кубов доски сегодня вот как только доски разгрузят привезут. Я сфотографирую. Как только мы сейчас разгрузим то, что купили кучей, я тоже это сфотографирую. Пришлось сегодня купить две пилы электрические. Одну по металлу, другую по дереву. Но это то, что нам необходимо, чем работать. Но работа движется, это самое главное. Дай бог здоровья девчонкам, которые прислали нам три тысячи. Представляешь, вот эти деньги мы сейчас тратим. Это же здорово. Две тысячи Инна из Пасадены перевела на Альфа-банк. Вот, две тысячи долларов она перевела. И я сейчас эти деньги с Альфа-банской карты как раз все потратила. И тысячу перевела Валентина с Израиля. Написать девчонкам спасибо. Они молодцы. Они очень сильно нас именно сейчас выручили. Прям огромными суммами выручили. Просто здорово. Дай бог им здоровья. Три тысячи на счет поступили. Спасибо огромное, солнышко мое. Господи, благослови Бог. Спасибо. Девочки. Привезли, вот так выгрузили. Сейчас мужиков заставлю. Будут с прокладками перекладывать. Здесь 15 кубов. Я сказала, чтобы пересчитали каждую доску. Если чего-то не хватит, я с них шкуру сдеру. А пока вот такая. Это 25-я доска. Здесь 15 кубов. Я никакую сетку купить не смогла. Я погасила долг. 4-ю 159 тысяч. Я погасила долг за корм. 159 тысяч. Все, что мне удалось собрать. Поэтому на сетку у меня денег пока нет. Я погасила 100. Потом сейчас погасила 159. Понимаешь, я как только накапливается какая-то сумма, я гашу. 30 тысяч я перевела врачу за операции. То есть как накопилось немножко, я гашу. Накопилось немножко, я гашу. Сейчас пока ничего не могу. Купить сетку не могу. Пока ничего нет. Это маленькая капля того, чего нам надо. Ребята, нам очень нужна помощь. Нельзя на этом останавливаться. Нельзя, девчонки. Тысяча собак висит в воздухе. Слышите? Помогите, ребята. Сейчас нам важнее решить, где нам взять денег, чтобы дальше строиться. Девчонки, надо дальше строиться. То, что мы сегодня чуть-чуть железа купили, чуть-чуть. Мы же не полностью его купили. Мы только купили, чтобы можно было 2-3 дня поработать. А дальше опять встанем. И опять прошу вас, девочки. Прошу вас. Я делаю, что могу. Я прошу вас помощи. Я показываю вам, что у нас есть. Чего мы добились. Сейчас покажу внутри и дальше. Работает генератор. Сетки очень мало. Этой сетки очень мало. Ее надо закупать еще. Брали одну упаковку кирпича. Ее тоже очень мало. Сюда вывезли малышей, как их могли. Сейчас покажу вам. Вот эта малышка. Скелетик наш, да? Ну ничего, она поправляется, ребят. Мы ее вытащили, и она уже начала кушать. Она поправляется. Это Люси. Да? Она спокойно ходит по двору. Здесь никому не мешает. Это ваша помощь, которую я вчера привезла и выгрузила здесь. Извините, пришлось кидать среди ночи. Как могла девочке. Здесь у меня вот две бытовки мы соединили одной крышей. И очень удобно. Это моя царская кровать. Ну ничего. Вот это нам еще надо закрывать. Мы до одного конца дошли. То есть один бок мы закрыли. Закрыли тут. В общем, нам осталось еще полтора. Вот еще оттуда и вот до сюда. Все это нам надо закрыть. Если мы не закроемся, ребята, то вся наша работа насморку. Вся наша работа насморку. Вот здесь будут теплые вольеры. Теплые. Мы их уже распланировали. Они будут зашиваться железом и досками. Здесь будут вольеры для самых слабых, для старых, для тех, кто без шерсти, голеньких. Здесь у нас будут именно теплые вольеры. Девчонки милые, отзовитесь, прошу вас. Показать, что у нас происходит и что мы успели сделать. Ну что ж, начну вот отсюда. Сделали забор. Он трехметровый. И он идет вон туда. Это наш участок. Мы загородили половину. Вот там, видите, вторую половину. Мы делаем вольеры. Господи, запуталось веревки. Здесь будет крытый вольер. Проход. То есть по всему периметру. Мы уже сделали три секции вольеров по четыре. Часть накрыли крышей, там, где у нас дети маленькие. Эти вольеры делаем сейчас. Вольеры большие, по 12 метров. Здесь вот такой проход будет зимой, чтобы с тележкой можно было пройти и спокойно развести воду и корм. Ни под дождем, ни под снегом. Вот видите, в этот... Очень быстро темнеет. Очень быстро. Ведем сварку. Сразу укладываем железо. Сегодня проварим перемычки. Завтра с утра покрасим. И дальше опять будем укладывать железо. Огромное спасибо за помощь. Железо надо заказать сегодня. Поэтому предоплату надо сделать хотя бы 1100. Предоплату, девчонки, надо сделать. А потом купим то, что нам дальше. Общая сумма у нас получается на 248 тысяч. Это пока приблизительно. Девочки, нам очень, очень нужна помощь, чтобы сделать сегодня предоплату. Потому что железо будет заказываться дня 3-4. А это, понимаете, нас прижмет так, что у нас больше некуда, будет никакого выхода. Девчонки, миленькие, я вас очень прошу. Нам срочно надо предоплату сделать хотя бы 1100. Девочки, я прошу вас, чтобы... Очень быстро темнеет. Ребята, осень. Времени у нас мало. Скоро об дожди пойдут. И что будем делать? Друзья, нам нужна помощь. Пожалуйста. Нам нужна помощь. Мы еще половину не закрыли. Друзья, пожалуйста, помогите нам. Пожалуйста, помогите. Ведь у нас правда срок до 31 декабря. Вы понимаете? Нам хотя бы закрыться. В крайнем случае, если сильно припекет, мы просто животных сюда вывезем. И сделаем навесы. Поставим будки. Мы перезимуем. Только помогите нам закрыться, чтобы никто не мог подкопать и никто не мог ничего нам сделать. Люба, огромное тебе спасибо. Девчонки, спасибо всем, всем, кто откликнулся. Девочки, мы купили немного металла. Немного совсем. Понимаете? Территория, подумайте сами, 2 гектара. Железа мало. Труб мало. Перемычек мало. Девчонки, всего очень мало. Девочки, пожалуйста, если мы с вами строим этот уголок защиты, то, пожалуйста, включайтесь все. Я вас умоляю, девчонки, пожалуйста. Ну, давайте создадим этот уголок защиты. Вы понимаете? Тысячу животных спасем. Ну, может быть, правда, нам Бог какие-то грехи простит. Давайте, девчонки, все вместе, пожалуйста. Не останавливайтесь на этом. Сегодня помогла Люба. Завтра еще кто-нибудь отзовется. Девчонки, главное, чтобы все-все были вместе. Прошу вас, девочки, Вы знаете, когда вот это все подходит к концу, сердце так болеть начинает. Времени у нас нет. Нас поджимает. Нам бы хоть навесы эти сделать, чтобы животных перевезти. Просто сделать успеть навесы. Девчонки, это очень тяжело, я понимаю, но прошу вас, прошу вас, включитесь, а все-все-все, пожалуйста, всеми силами. Валь, я тебя умоляю, мне твой отчет не нужен, пожалуйста, не обижай меня. Я поехала в банк, так что не отвлекай, ладно? Девочки, спасибо огромное. Люба, миленький, даже не знаю, что сказать. Вот сижу, ревую, на душе так. Девчонки, спасибо вам, Люба, милая, дай Бог здоровья. Я никогда этого не забуду. Спасибо, девочки. Спасибо, девочки.